Добрый вечер на ТНВ новости Татарстана в студии Лисан Сабировой. Вначале коротко о главных темах. Энергосберегающие технологии стали еще умнее. Ребра, которые вы видите, это как раз канальная система охлаждения. Как в республике энергию берегут симпозиума Альбина Слагараева. Домашнее задание от молодежи правительства. Одним из основных вопросов для студента является вопрос качества питания. О чем просит студенчество Татарстана Лина Зинатолина. Камеры настроены, бюллетени в пути. Можно определить фамилию кандидата. О готовности республики к выборам президента России. Слава Тухмадулян. По спортивному, творческий и всей семьей. Они занимаются спортом, мамой хоккеем, папой футболом. Как в казанской школе встречали президента Анна Городнова. Есть первая татарстанская медаль на Паралимпийских играх. Марта Зайнулина завоевала серебро в биатлоне на дистанции 10 километров. Для 27-летней Зайнулины эта медаль стала первой в биатлоне на Паралимпийских игр Южной Кореи. В Сочи она была бронзовым призером в лыжном спринте. Когда выкатываешься на стадион, ветер прямо в лицо и становится еще тяжелее. Сегодня очень концентрировалась на стрельбу. Подолгу очень лежала на рубеже. Выцелила буквально каждый выстрел. И все равно как бы допустила один дом. Ветер мешал, да? Да. Экономить энергию и ресурсы по крупному и малым компаниям. Особенно тем, кто сидит на бюджетных деньгах. Такую задачу поставил сегодня президент республики. Раскритиковал и подходы Минстроя. Их нужно срочно менять. С предложениями российских разработчиков в этой сфере Рустам Миниханов ознакомился на специализированной выставке. Как планирует снимать напряжение. Альбина Слагараева. Эта международная выставка в рамках симпозиума проходит уже в 19 раз. В этом году более 100 участников не только отечественной производителя, но и страны СНГ. В этом году присоединились и Соединенные Штаты Америки. Фирма, заэлектронирование, холодная вода, горячая вода, отопление. Все данные счетчиков автоматически поступают в единый центр. Снимать их показания уже не нужно. Пока это только на макете. Но 14 домов в Альметьевске уже обеспечены данной системой подачи информации. В Казани еще три дома. Она позволяет вести точный учет и контроль всех ресурсов. Вые счетчики тоже надо быть прибор учета, чтобы они передавали и через интернет, или через модель. Ребра, которые вы видите, это как раз канальная система охлаждения. В этом светильнике все не случайно. Суперстрит обладает суперспособностью экономить электроэнергию. Он не просто освещает, он бережет ресурс даже за счет своей формы. Такие лампы провожают казанцев по дороге в аэропорт. Экономить помогают и районам республики. После замены дорожных фонарей на сельских трассах стало светлее и безопаснее. Если те светильники потребляли 150 ватт, светильник, которым устанавливал, потребляет всего 40 ватт. Сохраняя те же параметры освещенности на дороге. А это разработка студентов энергоуниверситета. Суть сделать комфортнее повседневную жизнь. По задумке ключ от домофона доставать не придется. Особенно удобно, если заходишь в дверь не с пустыми руками. Просто подходит ключ-карта, она у нее лежит где-то в сумке. Подходит к двери, там ключ этот считывается, она просто дергает дверь и она открывается. Сейчас у нас 290 тысяч, 284 тысячи. От умных счетчиков и ламп к глобальным проектам модернизации по ресурсо-энергосбережению. Промышленные гиганты рассказали об инновационных технологиях президенту республики. Интересных проектов сейчас продолжается по группе компании ТАИ за счет внутреннего топливного ресурса реализовать эффективные такие энергетические. После на энергетику уже не смотрели, они и говорили на заседании правительства республики. Как отмечают эксперты, Татарстан безусловно один из лидирующих регионов в этой сфере за счет крупных предприятий. А вот небольшим компаниям экономить нужно больше, отметил Рустам Мениханов. Своей позиции, Игорь Иванович, тоже мы далеко не уйдем. Вообще надо поменять наше отношение к энергоэффективности. Я еще раз хочу сказать, что не только наши крупные компании, но и все компании должны обращать внимание на энергоэффективность. Республика, которая имеет избыточную энергетическую мощность, сегодня покупает электроэнергию со стороны. Из-за того, что мы не конкуренты, у нас мощность есть, мы не конкуренты. Энергоемкость республики стала снижаться за 10 лет более чем на 14%. Но если ранее, Татарстан был на втором месте среди регионов страны, сегодня только на четвертом. Провал по доле светодиодного освещения в бюджетных учреждениях. Поэтому задача на ближайшие годы еще энергичнее сохранять энергию в регионе, а вместе с тем сэкономить миллиарды рублей. Альбина Слагараева, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань. Новые технологии на благо энергосбережения. Свои достижения в этом направлении представил и Нижнекамск Нефтехим. Выставочный стенд осмотрел и Рустам Миниханов. Президенту представили новые печи пиролиза на заводе этилена и модернизацию производства изопрена. Свои достижения на благо будущего и природы представил сегодня президенту Рустаму Миниханову Нижнекамск Нефтехим. С 2000 года компания реализует уже четвертую программу по энергосбережению. В этом году компания сделала упор на строительство новых печей пиролиза на заводе этилена и на модернизацию производства изопрена. В результате меньше затрат энергопотребления и сокращения вредных выбросов в атмосферу. Новые технологии позволят увеличить и производство изопренного каучука. Сейчас у нас 290 тысяч, 284 тысяч, то есть до 300 тысяч, это 140 тысяч дополнительного каучука. Идет стадия монтажа, это на заводе этилена. Здесь увеличится выход этилена на 5%. Запуск новых печей пиролиза на заводе этилена запланирован на сентябрь 2018 года. Это приведет к сокращению потребления топлива на 101 миллион тонн и сократит выбросы вредных веществ в атмосферу на 626 тысяч тонн в год. Кроме того, с 2013 года Нижнекамск нефтехим начал работать над возвращением конденсата. Раньше мы его использовали или сливали в канализацию. Сейчас мы его чистим, возвращаем на ТЭЦ. За период 2013 года по настоящее время 8,5 миллионов тонн возвращено на ТЭЦ. И экономический эффект 380 миллионов рублей составил. Это одно из направлений уже новой пятилетки по энергосбережению. Свои достижения компания планирует представить и на Московском энергетическом форуме. Сайт вакансий для студентов, качество питания в вузах, ремонт общежитий. Домашнее задание на два года сегодня получило правительство республики от татарстанской молодежи. В Казани прошел конгресс студентов. Поделились проблемами, предложениями и идеями. Последний раз в таком формате встречались 6 лет назад. Что изменилось? Лина Зинатулина. Одни из первых инициировали введение единого фаштега молодежи Татарстана. На сегодняшний день он является одним из самых... Да, значит, как он еще был фаштегом? Одиного, да. На перебой успехами с президентом делятся студенты вузов и СУЗов республики. Это уже 8-й конгресс. Многие здесь не впервые, ведь результаты прошлого ощутили на себе. Стали такие программы, как социальная ипотека, когда студенты, только показав свои достижения, они могут претендовать на получение квартиры по социальной ипотеке. Большое количество студентов может получить компенсацию затрат на проезд в общественном транспорте. Так, больше шести студентов каждый год возмещают расходы на транспорт, а квартиры по социальной ипотеке выиграли уже больше сотни. Главный вопрос сегодняшней повестки – качество питания студентов. Тем более, что в школах и детсадах оно на особом контроле. Провели осмотр 15 предприятий общественных питаний, вузов и СУЗов нашей республики. По итогам данных осмотров, эксперты сошлись во мнении, что материальная оснащенность в большей части общежитий нуждается в переоснащении. Сделать комфортными общежития, создать интернет-платформу для трудоустройства студентов, ввести для очников льготное время на спортивных объектах. Предложение из первых уст выслушал президент республики. Мне очень приятно, Мария и моим коллегам. Опа! Уже все. Засчитывать какие-то тексты нет необходимости. Вы настолько умные, настолько продвинутые. Вы не зря нас сюда пригласили дать нам домашние задания на ближайшие два года. Мы все это очень внимательно рассмотрим. Сегодняшние идеи Конгресса определят, как будет развиваться студенчество Татарстана в ближайшие годы. Именно эту резолюцию отправят правительству республики, а также ректорам учебных заведений и молодежным организациям. Алина Снатольевна, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. О новых возможностях для молодежи моногородов говорили сегодня в Нижнекамске. Там сейчас создан лице, который позволяет изучать иностранные языки, и развивать IT-способности у детей. Учебное заведение посетил руководитель Фонда развития моногородов России Илья Кривогов. Как в моноусловиях создавать поле возможности? Альбина Минибаева. Китайский в Нижнекамске не родной, но для учеников 24 лице точно не чужой. Здесь не только с иностранными языками, но и с темой IT, на ты. Возможности школьников Нижнекамска сегодня оценил руководитель Фонда развития моногородов Илья Кривогов. Пока 3D принтер вырисовывает новые фигуры, школьники показывают столичному гостю, что уже научились печатать. Тут свое, местное Сколково. Раиса Лемулин может создать динозавра абсолютно любого масштаба. Задал ей масштаб, задал ей настройки и уже отправил на печать. На данный момент у нас предполагается 8 обучающих курсов. Основные направления это робототехника и промышленный дизайн. Такие же центры есть в Казани, в Челнах. Они особенно актуальны для моногородов. Лишь 20% школьников продолжают получать образование в Нижнекамске. Остальные уезжают. Уже с детьми начинают работать, показывая, как в будущем технологии будут развиваться. Говорит о том, что этим детям здесь будет интересно дальше жить и работать. Такая ситуация характерна для большинства моногородов. Об этом на заседании по реализации проекта «Локомотивы роста» сообщили главы муниципалитетов. Это вопрос на стыке имени спешной экономики, министерства образования, муниципальной власти и даже министерства структуры, если хотите. Поддержать малый и средний бизнес, развивать инфраструктуру и создавать новые технологии. Таковы локомотивы роста моногородов. После Нижнекамска Илья Кривогов оценит индустриальный парк развития в Челнах. Альбина Мнебаева, Альберт Шафигулин, Ильшат Аюпов, Эльвира Софиулина, Рафаэль Ракипов. ТНВ Нижнекамск. Первый зеленый стадион в России. Сегодня Казань-Арена получила так называемый зеленый сертификат соответствия согласно критериям организации РУСО футбольной стадионы. Казань-Арена стала первым стадионом в стране, которому присвоен подобный сертификат. Он подтверждает применение на стадионе систем энерго и ресурсосбережения, а также рационального обращения с отходами. Все стадионы чемпионата мира должны пройти обязательную сертификацию по зеленым или экологическим стандартам. Нужно отметить, что это обязательное требование FIFA, без которого ни один стадион чемпионата мира не сможет принять матч. Это новости Татарстана и смотрите далее. Камеры настроены, бюллетени в пути. Можно определить фамилию кандидата. О готовности республики к выборам президента России. Слава Тухмадулян. По-спортивному, творческий и всей семьей. Они занимаются спортом, мамой хоккеем, папой футболом. Как в казанской школе встречали президента Анна Городнова. Главные туристические маршруты мира на одной площадке. Сегодня в Москве открылась туристическая выставка МИД, которая входит в пятерку в крупнейших на планете. Свои туристические изюминки представил и Татарстан. Музей республики, уникальные места отдыха, неожиданные решения по времяпровождению. Татарстанцы в этом году решили всех удивить виртуальной реальностью. В этом году немножечко решили отличиться и покреативить. Устроили некую интерактивную зону, где мы показываем ролики виртуальной реальности. Предлагаем посетителям выставки телепортироваться в Татарстан и посмотреть на основные достопримечательности. Для туристов в Казани готовят новые места отдыха. В эти минуты жители и архитекторы обсуждают благоустройство парка на улице Комарова. Сейчас на встрече находится наш корреспондент Рамиль Шайдулин. Здравствуй, Рамиль. Скажи, как преобразится территория к концу лета? Добрый вечер, Леисан. Мы сейчас находимся в здании 8-й гимназии. На скидку здесь более 100 человек, тех людей, кто не равнодушен к судьбе своего парка по улице Комарова. Сейчас идет Наталья Львовна Фишман, помощник президента Татарстана, доводит до слушателей концепцию развития их парка. В ближайшие минуты мы хотим выслушать ее комментарии на этот счет. Что именно несет такой формат общения с людьми, формат соучаствующего проектирования, когда люди сами выбирают, где они хотят видеть вместе своего места отдыха. Наталья Львовна, скажите, пожалуйста, какие плюсы такого формата соучаствующего проектирования? Вы не первый год занимаетесь этим, вы развили много общественных пространств в Татарстане, много задумок реализовано этих людей. Скажите, в чем плюс такого формата и есть ли какие-то минусы? Самый главный плюс состоит в том, что мы на самом деле ведь делаем парки для людей, и мы обязательно должны с ними советоваться. Потому что, во-первых, как бы мы ни хотели, мы никогда за них все знать про их территорию, родную, близкую, важную, не можем больше, чем они. Во-вторых, есть огромное качество различных интересов, которые нужно согласовать. Очень часто кто-то хочет парковку, а кто-то хочет детскую площадку, а кто-то не хочет ни первого, ни второго. Люди должны между собой тоже договариваться, убеждать друг друга, формировать общую позицию. Есть, как сейчас у нас, вопросы относительно строительства церкви, ограждать ли ее забором на территории парка и так далее. Это все тоже вопрос нашего общественного консенсуса. Ну и самое главное, а что тут приоритетнее-то? Вот мы хотим роскошную большую детскую площадку или нам сейчас поменьше площадку, но побольше зону благоустройства и так далее. Спасибо большое. Да, собственно, вот так вот, такими общими силами и обустраиваются места общественного отдыха, план архитекторов сделать парк Комарова еще функциональнее. Спасибо, это был Рамиль Шайдулин с общественных обсуждений благоустройства парка на улице Комарова. Камеры видеонаблюдения 18 марта будут работать на тысячи пяти избирательных участков республики. Это более третий мест для голосования. О готовности Татарстана к предстоящим выборам сегодня рассказали на брифинге в Доме правительства. Где будет электронное наблюдение и когда стоит ждать первых результатов выборов, узнал Салават Мухаммадуллин. Листовки, стикеры всевозможные, значит, ну в основном содержание их так, они призывают не ходить на выборы и все прочее. Это улов сотрудников МВД. Пару дней назад такой багаж нашелся в машине одного из членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Бояршинов Андрей Владимирович, значит, распространял эти листовки. Сам он является членом УИК с правом решающего голоса от КПРФ. Вообще анекдот. Как так член избирательной комиссии с решающим голосом, который будет во время выборов, значит, находиться на избирательном участке, значит, обеспечивать законность проведения выборов, сам агитировать против этих выборов. Составлен протокол, материалы направлены в прокуратуру. Чем ближе выборы, тем больше вероятности провокаций, а значит, нужно усилить бдительность. Всего будет задействовано более 8 тысяч сотрудников, в том числе около 150 сотрудников центрального аппарата. Следить за охраной правопорядка помогут и видеокамеры. Фиксировать они будут и подсчет голосов. Их уже установили на тысячи пяти участках с наибольшим количеством избирателей. Это система, которая представляет из себя две камеры, направленные на избирательную комиссию и на урны для голосования. 42 участка оснастили автоматическими комплексами обработки бюллетеней. Это так называемые КАИБы. Они принимают обычные бумажные бюллетени. Еще на 149 будут стоять комплексы электронного голосования КЭГИ. Чтобы проголосовать через него, избиратель на участке получает уникальную карту со штрих-кодом, которая дает доступ к электронной бюллетене. Для избирателей с нарушением зрения подготовили специальные трафареты по системе Брайля. На ощупь можно определить фамилию кандидата. Избиратель на бюллетене вставляет соответствующий трафарет. И далее уже осуществляется выбор. Свой выбор в пользу голосования по месту фактического нахождения в день выборов сделали уже 87 тысяч татарстанцев. Прием таких заявлений завершился накануне. С сегодняшнего дня до 2 часов 17 марта такие избиратели могут подать уже спецзаявление. Но в данном случае они могут уже непосредственно обратиться только в участковую комиссию по месту жительства, по месту регистрации. Всего в Татарстане 18 марта смогут проголосовать 2 миллиона 933 тысячи 800 человек. Предварительные результаты их выбора ЦИК республики опубликуют уже в течение 3-4 часов после закрытия избирательных участков. Слават Ухмадолин и Шат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Коммунисты против коммунистов. Так сложилась сегодня в Казани предвыборная картина дня. Штабы продолжают подготовку к выборам. Чем именно занимаются, проинформирует Дмитрий Аринин. Русский медведь, он миру улыбает. В региональном избирательном штабе Владимира Путина сегодня говорили о геополитике. О процессах в стране и в мире с волонтерами беседовал доверенное лицо кандидата Евгений Примаков. Тележурналист рассказал, какие задачи для защиты национальных интересов страны ставит Владимир Путин. В послании Владимира Путина к федеральному собранию две трети, самая первая, самая важная часть, вся была внутреннего развития. И вот треть, последняя была про новую систему вооружений. Опять же, часто нам оппоненты говорят, что это приоцени оружия, ничего подобного. Главная мысль, которую Владимир Путин доносил, это вы не слушали нас раньше, вы слушайте нас теперь. Как волонтеру Путина все встречи, которые проходят в рамках вот этого цикла, они безусловно важны. Мы не только получаем новое знание, мы имеем возможность задать интересующие нас вопросы, мы имеем возможность действительно вживую пообщаться с людьми, которые имеют колоссальный опыт работы. Прекрасные волонтеры, прекрасный город. Мечтаю сюда попасть, чтобы не по работе, а вот просто вот приехать. Спасибо, всего доброго, до свидания. Встречу со своими сторонниками в Казани провел кандидат в президенты Павел Грудинин. На площади у Доколенина его встретил пикет коммунистов России, сторонников кандидатов в президенты Максима Сурайкина. Еще официально, Артем Вячеславович, вот здесь, сюда, в Казани, пикет. У нас пикет против Грудинина, против приезда Грудинина, буржуазного олигарха, который пытается, ну, перед всей властью сказать, что он там коммунист. Никакой он не коммунист. Мы требуем от Центральной избирательной комиссии России снять его с выборов, господина Грудинина, поскольку он грубо нарушает избирательные законодательства. В частности, мы знаем, что он до сих пор не закрыл свои зарубежные счета. В истории такого еще не видели, чтобы капиталист строил социализм. К ДК Павел Грудинин приехал на дорогой иномарке. Вам не говорите? На встрече со своими соратниками Павел Грудинин изложил свою предвыборную программу и ответил на вопросы сторонников. Вопросы задавались в письменном виде. Я вам очень благодарен, чтобы вы сегодня пришли к нам. И прошу, чтобы 18 марта мы все пришли и голосовали за будущее наше стране. Региональный штаб Бориса Титова продолжает раздавать агитматериалы. Казанские сторонники Ксении Собчак эту работу завершили. Теперь у них только дебаты. В региональных штабах кандидатов президента Григория Явлинского, Сергея Бабурина и Владимира Жириновского идет текущая работа. Дмитрий Айрин, Марат Саидгораев, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня мы вновь спросили казанцев, пойдут ли они 18 марта выбирать президента России. Да, я пойду выбирать президента. Это наше будущее, это наша стабильность. Не только наша, но и моего ребенка. Я думаю, я пойду выбирать президента, потому что мы выбираем будущее нашей страны на довольно продолжительный срок. Нет, не пойду. Почему? Ну, потому что для меня это не важно. Конечно. Почему? Ну, мне кажется, каждый человек должен сделать такой отважный, решительный шаг, чтобы определить будущее нашей страны. Конечно, я пойду выбирать президента, потому что это мой гражданский долг, и от него будет зависеть моя дальнейшая жизнь. Возможно. Почему? Не решили? Ну, потому что, смотря как ребенок, если будет спать, то вместе с ним пойдем, если нет. То, не знаю, не могу сказать вам точно. Да, конечно, президента выбирать надо. Мы пойдем, пойдем всей семьей. Но это наше будущее. Но не наше. Будущее наших детей, наших внуков. Поэтому, если не мы, то кто? Ислам онлайн в Татарстане запустили мусульманский телеканал Хузур-ТВ. Правда, пока только в интернете. Он обещает вырасти в религиозно-просветительский канал, доносить до зрителя традиционные человеческие ценности и основы ислама. Чем сегодня живет мусульманская умма республики. Далее в репортаже. Первый канал в Татарстане. Первый в своем роде. Полностью посвященный традиционному исламу. Для зрителей от 5 до 95. Круглосуточно. Мусульманские фильмы и передачи, выступления имамов и суры из Корана. Уже в кабельных сетях и на мобильных устройствах. Мобильное приложение, которое можно загрузить фактически на все смартфоны, планшеты. Если смарт-ТВ, можно и через смарт-ТВ смотреть. Там идет, фактически дублируется тот телеканал, который сейчас у нас в сетях показывается. Хузур-ТВ показывает и снимает. Авторы канала готовятся переводить успешные мировые передачи об исламе. Сегодня идут переговоры с телеканалами других стран. Пока на студии 6 сотрудников снимают видеоуроки. В дальнейшем полноценные передачи. У нас идет процесс закупки дополнительного оборудования. Это новые камеры, это декорации для студий. Пока приходится отбирать контент, на носу выборы куда глобальнее. Выборы президента страны. Что мусульманское духовенство считает прямой обязанностью, дарованной далекими предками. Как раз говорили с нашим главным хазеем. Он напомнил историю, что до 1906 года у нас не было права выбора мусульман. И боролись. Почему мы не можем участвовать в жизни, общественной жизни. Почему мы не можем сказать свое слово. Это право нам было дано. То есть боролись за него. И теперь мы разве должны от него отказаться? Обязательно, иншаллах, в это воскресенье я пойду на выбор. Выбор будущего страны и концепции Хузур-ТВ приходится примерно на одно и то же время. 18 марта голосование, 1 апреля начало круглосуточного вещания. Рамиль Шайдулин, Рисан Сабирова, Евгений Максимов, ТНВ, Казань. Когда главное не оступиться, сегодня в Казани выбирали лучшего мастера высотных работ. В столице прошел основной этап республиканского конкурса «Высота безопасность». В конкурсе участвуют 18 команд. Есть участники из Чуваши, Морел и Москвы. По спортивному, культурной всей семьей 181-я школа Казани сегодня стала площадкой сразу для нескольких фестивалей. Большие семейные игры, выставки и республиканский форум Бельсберге. С участниками встретился президент Рустам Яниханов и посмотрел, в каких условиях учатся дети. Все эмоции у Анны Городновой. Внимание, начали! 134 участника, 36 семей. Сегодня все они выполняют нормы ГТО. Сначала лучших выберут в своей школе, потом по городу и району. Ну а потом победители будут представлять свою семью на республиканском этапе соревнований. С начала февраля в отборочных этапах по всей республике приняли участие уже более 250 человек. Среди них и семья Каримовых. Готовились интенсивно, старались всей семьей. Плавание и отжимание, пресс, подтягивание. Выполнить нормы ГТО сегодня попробовал и Рустам Яниханов. Он пострелял из пневматической винтовки. Участники фестиваля стали героями инстаграма президента. Хорошо подойдет. Площадкой для семейного праздника выбрали 181-ю школу. Бассейн, два спортзала, актово и хореографические залы. В новой школе, которая открылась в этом году, созданы все условия для учебы и творчества. На выставке президенту представили работы школьников, а на сцене творческие номера республиканского фестиваля в Эсберге. Важно, что дети воспитываются на примере родителей, отметил Рустам Яниханов. Сегодня очень много делается республики по укреплению материально-технической базы, по использованию самых современных методов обучения, электронные системы, все другие передовые технологии. И, конечно же, в этом процессе очень важно, чтобы участвовали родители. Желающих попасть в такие условия очень много. Открытая школа Дешкалят у нас работает, с удовольствием ребятки ходят, два раза в неделю посещают, уже готовятся к будущему году учебному. В этом году здесь планируют открыть еще 6 классов для 180 детей. Анна Городова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программу «Вызов 112». А сейчас прогноз погоды. Увидимся в 21.30. Добрый вечер. Время новостей спорта ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Акбарс в ожидании соперника полуфинала плей-офф. Круг возможных претендентов сузился до двух команд «Металлурга» и «Авангарда». Казанцы уже в субботу обеспечили себе выход в следующий раунд матча на вылет и терпеливо ждут команду. В борьбе за выход в полуфинал на Востоке осталась всего одна пара. Завтра в Уфе состоится седьмой матч между Салаватом Илаевым и «Авангардом», после которого и станет ясно, кто выйдет на «Барсов». Завершили свою непростую серию и магнитогорцы. Им для победы над «Автомобилистом» понадобилось шесть матчей. Теперь экс-команда Даниза Зарипова также включилась в режим ожидания оппонента. Ничего страшного, надо работать. Тогда будет фартить. Сейчас уже забыл этот момент. И самое главное – это командная победа. Самая важная, решающая в этой серии. Поэтому готовимся дальше. Дальше будет еще тяжелее. А женская сборная Татарстана подзюдо стала абсолютным победителем первенства Приволжского федерального округа. Турнир проходил среди юношей и девушек до 13 лет в разделе кат и группы, а также личных соревнованиях. Всего на турнире приняли участие более 300 спортсменов из 14 регионов по Волжье. В последний день сборные боролись стенка на стенку. В отборочной части воспитанницы татарстанской школы дзюдо уверенно выиграли поединки у соперниц из Башкорстана, Удмуртии и Самарской области. А право на золотые медали им пришлось оспаривать с сильнейшими дзюдоистками Оренбургской области. В итоге сборная Татарстана одержала победу с расчетом 7-1 и поднялась на высшую ступень педестала почета, став абсолютным победителем первенства ПФО. И в завершении баскетбол завтра Уникс проведет непростой поединок в Мюнхене. Третий матч против Баварии станет решающим в Кубке Европы для одной из команд. Напомним, что соперники обменялись победами на домашних площадках. Сначала немцы выиграли стартовый матч, а дальше в Казани состоялся реванш. Две команды уже обеспечили себе выход в полуфинал. Локомотив Кубань и Дарушафака. А вот питерскому «Зениту» также предстоит провести еще одну игру. Матч между Баварией и Униксом начнется завтра в Германии в 22.30 по московскому времени. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе? Качественный и недорогой по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в марте со скидкой 20%. Данил Мастер. Казань. Восстание. 23. Телефон 2.167.166. Ну что ж, а теперь о погоде. В республике ожидается заметное повышение температур, как в дневные, так и в ночные часы. Осадки по-прежнему не наблюдаются. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана ясная погода сохранится. Температура воздуха составит минус 6 градусов. На северо-востоке ожидается переменная облачность и до 5 градусов мороза. На севере республики облачно с прояснениями и минус 4 градуса. На северо-западе Татарстана ожидается переменная облачность и до 5 градусов мороза. На юго-западе республики ясно, без осадков и до 3 градусов ниже 0. В центре Татарстана ожидается переменная облачность и до 5 градусов мороза. В последующие сутки небо в республике затянет облаками, но осадки по-прежнему не ожидается. В Казани ожидается переменная облачность и до 4 градусов мороза. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Магнитное поле земли спокойное. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.